Всем привет! Привет, Ютуб! Привет, все наши подписчики! Ребят, сегодня замечательный солнечный день и мы не можем не поехать! Хотя на улице сегодня температура минус 20. И, кстати, это как раз говорит о чем? Что костюмы Финтрейл даже в минус 20 ведут себя просто превосходно. Но сегодня я хочу вам рассказать вот об этом чудо-мега-снегоходе, который будет покорять сегодня просторы нашего Чеховского района. Мы сегодня зажгем, потому что народ у нас собралось опять много, потому что суперская погода. Кстати, давайте я вам расскажу про снегоход. Снегоход 900-я из Турбо, с гнутыми рычагами, четырехтактный, мощностью 150 лошадиных сил, просто покоряет мое сердце. Удобный, легкий, легкоуправляемый, просто вообще замечательный. Но хочу вам рассказать еще об одном таком девайсе. Я уже в том видео рассказывал, что у нас не какой-то офигенный. Хочу докупить себе второе сидение, чтобы можно было кататься с семьей. И хочу рассказать вот об этом девайсе. Я купил себе вот такой кофр. Если вы помните, в том видео у меня был кофр мягкий, а в этом уже у меня кофр такой жесткий. Я очень доволен. Купил его в БРП Формулы 7. Он просто превосходен. Мало того, сегодня минус 20, и, конечно же, мне на утилитарном снегоходе будет не очень комфортно кататься в костюме Фентрейл, только потому, что он все-таки, наверное, на другую температуру. Но есть ли здесь прекрасное решение. Это, знаете, как... Черный плащ! БРП Формулы 7 ждет вас, потому что вот это просто превосходное решение любой ситуации. Просто волшебный плащ. Но давайте посмотрим, сколько же теперь таких людей, как я. Вот он еще один красавчик. Красавчик еще один. Я наделся на облюбку, да. Ну, рисунок тоже такой же приобрести. Ну, у тебя горный снегоход, и тебе он, конечно же, больше подходит. Для активной езды. Да. Но сейчас тоже холодно, я тоже напилил на себя три личных этих вещей. Посмотрим. Я вот первый день, я думаю, что... Ну, вот сейчас что, да? Он одет меня на защите. Ну, ничем не тянет. Все нормально. Единственный минус, который я уже заметил, не знаю, как это решить. У меня широкая часть ботинки, да? Здесь у меня отсылки так потянуто. Ну, посмотри. Так что, смотрите, просто меньше, чтобы ноги у вас были немножко поуже. Кирилл, ну чего, насколько я понимаю, сегодня у нас будет с тобой катка. Сейчас же ждем всех остальных. Вот ты срод встанешь, блин. Ты такой мать. Вот так нормально. Смотри, как тебе мой комовый кофр? Слушай, я всегда ценил твой кофр, потому что там лежит моя куртка. На случай, если я замерзну. Когда вы едете, куда-то выезжаете, обязательно надо брать тормоза, теплые вещи. Желательно вторые теплые вещи, потому что все-таки вода, она... Да, у нас сегодня по плану нара, поэтому может быть что-то случится. Да, присутствует. Кирюх, ну хотелось бы узнать, что у тебя сейчас надето под этим костюмом? Термобелье, флисовый костюм. Флисовый костюм, это вот этот флисовый. Полностью, да. Флисовый костюм, да. Блин, это штука. Я даже могу сказать так. Вот эта вот поддевка, я вам ее покажу. Или вы видели, когда я катался в вергаках, как я ее одевал. И самое главное, вот эти вот финтрейловские носки. Это просто мега. Кстати, все спрашивают, в чем вы катаетесь. Вот я катаюсь в баффинах сейчас. И сейчас выход нашего мега райдера. Это Илья. Подождите, а вот этот урок, как мы там планировали. И сейчас выход Илья. Парни, забыл вам сказать, что вот это пальто вы сможете купить в BRP и Ким, который находится где? Правильно. Формула Х. Чем бы вы не увлекались. Все для этого уже есть в торговом центре Формула Х. Ну что, начинаем катать, потому что сегодня прям пухляк-пухляк. Я даже не знаю, как сегодня будет все снимать. Ну что, кайфану, получу удовольствие и вам покажу, как это все происходит. Поехали. Короче, заехали мы пока к Женьку, забрать ремешок какой-то, да? Что вы не знаете? Ну, варнир, один мне, один Бовер. Купили мне, спасли на всякий случай. А, они просто боятся, что у них. Да, давайте, расскажите. А у тебя-то есть, скажи мне, боятся? А мне не надо, мне затачите. Я вас вытащу, КамАЗ всех вытащил. Ладно, расскажи мне о своем снегоходе. От Бирпи Линд 600, 146-я гусянка, 2013-го года выпуска модельного. А ты что, скажешь? Я? Да. Что я тоже хочу Бирпи. Ребят, вы сами только что слышали, поэтому выбирать уже лично вам. Ну, а мы свой выбор сделали. Ну, а я хотел вам поведать. Вот, смотрите. Я сейчас, конечно, покажу, как можно на нем рассекать. Я покажу вам класс, если кто-нибудь поснимает меня. И вы все увидите, насколько уровень катания тут же разрастает, катаясь вот на таком волшебном бешеном снегоходе. Ждем пока Женька. Ну, давай, расскажи мне свои. Правильно, курение вред. В моем костюме старом. Здесь были карманы. Волны расстегнул, карманы вставил, а стоишь спокойно. А здесь, чтобы погреть руки, либо перчатки, стоишь вот так вот. Давай, с двух сторон его обними. Финтреев объединяет. Ну, и, конечно же, теперь я вам покажу нашего супер-мега бывшего райдера. Ну, и что случилось-то? Расскажи людям. Я ногу подвернул, и все, хожу хромаю. Четыре недели теперь. То есть, а если бы ты не подвернул, то ты тоже был бы в таком костюме, да? То есть, сезон у тебя закончился? Не, не закончился. Нет еще? Еще неделю оклематься надо. Поеду хромой. То есть, снегоходы затягивают. Ладно, ну что, вы готовы? Ремни забрали? Давайте. Давайте уберем огромный кофорт. А, можешь положить. Да, можешь воспользоваться моим кофором. Да, конечно же. Так, что мы делаем сейчас? Сейчас запасы ремень вставляем. Теперь ничего не страшно. То есть, вообще ничего не страшно. Ну, ладно, посмотрим. Что к вечеру будет. Жень, ну покажи всем, какая у тебя была нога. Вот так вот, давай. Давай вот так вот сейчас. О, вот. То есть, сейчас получше, да? Сейчас получше. Да. Ладно, короче, что? Смотри канал Чехские проходимцы. И получай удовольствие. А мы поедем катанем. Да? Ребят, ну мы добрались до них. Ладно, давайте посмотрим, кто сегодня у нас сегодня будет. Сегодня у нас с нами Денис. С нами сегодня Поп. Или Дьякон. Дьякон, наверное. Дьякон Леха. Это после оживления РЗР. Да, я стал священнослужителем. Да, да, это правильно. Так, на чем ты сегодня будешь? Это вот, как она называется, говномешалка BRP. Техника превосходства. Правильно, правильно. Самое лучшее, как лэндкраузер или лэндкруузер, как там называют. Все, а Вов, ты на чем? Да, я на лэндкруузере. Ты тоже на лэндкруузере. Ну и Денис тоже на лэндкруузере, да? Парни, ну что, давно стоите-то ждете нас? Полчаса. Полчаса? Хорошо, костюмы у нас хорошие. А, смотрю. Замерз, да, Вов? Ладно, ребят, ну вот видите, парни все замерзли. Ну а вы знаете, да, мой девайс-то вы знаете. Я-то вообще теперь никогда не замерзну. Все почему? Кофр, да, вы все видите, насколько он офигенен. Это просто вообще произведение искусства. Раз, раз, и опа. И что у нас здесь лежит? Ну что, замерзли суслики? Правильно. Знаете почему? Сейчас покажу вам, почему они замерзли. Друзей ждешь, которые всегда опаздывают на полчаса минимум. Так, раз, так сделал. Оп. Оп вот такой. Слышите, вот эту зависть, зависть? Смотрите, а еще капюшон, можно даже шлем не снимать. И все. Вот он я, красивый, симпатичный. Давай, Лёх, покажи, чему ты научился, ездив в Кандалакшу. Я не знаю, где ты еще был. Вархыз. Да, вот он, вот она, вот она, красивая. Не, ну понятно, что он хотел развернуться здесь поближе, просто у него не получилось. И поэтому, знаете, вот эти понты. Я это знаю, я сам так же езжу. У меня покруче, да, звук, вы слышали? У меня турбина, когда включается. Я даже не успеваю в вираж его вложить, потому что надо на полгазика. Вот серьезно говорю, надо просто на полгазика. А иначе просто жопа, прям отрывает жопу. Вот смотри, давай вот так вот сейчас сделаем. Задняя включается вот так. Так. Вот видите, как гусеница работает? Он может по снегу ехать далеко-далеко, кстати. Вообще, он не застрянет. Вот это преимущество, кстати, его. Так, короче, мы сейчас, он вернется, я сейчас его поставлю в спорт режим, и тогда вообще его будут ощущения вообще совершенно другие. Там вот эти вот режимы экономы, эко, спорт. Блин, это просто вот, ну, прям вот, прям вот, серьезно говорю, это прям вот офигенно значимая вещь. Да, ну ты как, прокатился? Так, классная пора. Несмотря на то, что он пузылинарный, да, я сейчас запрос поставал на тяпочку на нем, и прям как на голову... А теперь я тебе сейчас покажу другую вещь. Заводи. Единственное, что? Вот что, я заметил? Нажимаешь? Вот и так, как на горном, а на двух так. Вот, что у тебя сразу скорее чуть-чуть идет замедление. Отлично, отлично. А я тебе сейчас объясню, почему. Заводи. Вот смотри, видишь? И теперь смотри. Мы сейчас вот тебе поставим в спорт режим. Вот теперь попробуем. И вот сейчас вот я жду от него ощущений. А? О, он даже, видите, немного подобосрался немножко, мне кажется. Класс. Не, прикольный, да, от у тебя такого не ожидаешь. Ну давай, ты мне скажешь, есть ощущение, вот то, что ты катался до этого, и что-то поставили тебя сейчас на спорт режим? Конечно, он совсем стал другой. Тот, он был такой, ну, как бы не сказал, что вялый, но по сравнению с этим режимом, он был веловатый, да? Реагирование на газ, только наживаешь, он сразу, да? И подхват идет намного сильнее. Прямо идешь по снегу глубокому, нажал газу, да? Ну как привыкли траверсы, да? Вес привез, газку надал, и все. Он на пяточке, на заднюю, вот так вот плывет. Класс. И еще у него, кстати, очень хороший накат. Отпускал я спать, и он дальше едет. Ну мне это не превыше, но я думаю, на такой теме где-то нужно. Ребят, ну откатали просто сегодня великолепно. Катаем, и дальше будем катать, поэтому... Что могу вам сказать? Блин, снегоход это круто, это, наверное, даже круто, чем круче, чем квадроцикл. Но нужен снег, поэтому не всегда нас погода везет. Сегодня нам просто безумно повезло, и МП просто дарит вот эти позитив, вот эти эмоции. Катайтесь, не сидите на диванах, или нет? Подождите, не катайтесь, сидите дома на диванах, а мы за вас потопчем снег. Поехали дальше? Так, ну что у нас случилось-то? Да, вот этот кирпич, вот что значит, надо иметь хорошие гнутые рычаги, как раз как здесь. Ооо, да, неприятная история. И на этой неприятной истории у меня садится батарейка, что придется заряжать. Ну вы видите, все нормальные снегоходы стоят здесь, вот все BRP здесь. А вот какая-то Ямаха стоит вот здесь. Вопрос, почему? Давай-давай. Главное, что, Вов? Главное, правильно советую, да? Я вот просто в Ергаках спустился вот такой ручей, и вылезал потом два часа. У вас отлично получается, парни. Вот эти советчики здесь стоят. Я могу вам помочь, я могу тоже помочь. Я могу вам, да, рассказать как надо. Ооо, ребят, я так понимаю, мы здесь надолго. Ну и что, там все, что ли? Да. Вот приехали два профессионала, сейчас они ему помогут. А теперь Владимир! Ой, красавчик! Вообще просто супер! Протоптали ему тропинку. Ай, красавелла! Парни, ну что, мы все, мы доехали, офигенно катаемся вообще, просто супер офигенно. Что могу сказать? Мощности столько, что я его даже боюсь. Вот честно могу, вот честно говорю, в нем столько дури, это просто здесь надо даже убирать. Я спорт режим вообще убираю. Не езжу на спорт режим, потому что... И я просто его боюсь. Ладно, по поводу снегохода, вы все поняли, что я их всех делаю. Ты заметил? Я тебя делаю? Конечно. В таком костюме. А я сейчас, конечно, хочу вам показать, как мы питаемся. Вот это самый дорогой ресторан, который может быть. Да, мы ехали, сколько мы проехали-то? И вот куда мы приехали, кто здесь вообще? Это его прародитель, умер. Так, что здесь? Ребят, молодцы. Мы вообще красавцы просто. Ничего у них пока не изменилось. Парни, если вы смотрите, прям за беседку вам отдельный респект, потому что вы просто красавцы. Вы прям молодцы, ну а что? Привет вам, от чехских проходимцев. Мы у вас здесь немножко поедим. Мусорить не будем, если что... Это не мы. Это не мы, да. Сразу покажи. Да, вот это, кстати, не мы. Сразу, да, показываю. Лех, ну что будешь делать? Воскрешать линкс. Ну давай. Вот этим болезом. Давай, воскрешай. Так, вот так вот у нас все здесь происходит. Чистка снегохода вот так проходит. Так, и сейчас что у нас, значит, давайте покажем. Сейчас, по-первых, подведем. У нас ушло. Вот это все ушло. Так, вот он. Лех, я знаю, почему не идет. Крест животворящий не был. Оп, пошел. Так, и давай. И вот теперь, Лех, давай. Давай, Илья, ну ты что? Сейчас все уйдет. Так что, ребят, вот такие у нас замечательные кадры специально для вас. Можем вам рассказать про устройство снегохода. Можем вам рассказать о костюмах. Можем вам рассказать о пальто. Короче, мы вам можем вообще много чего рассказать. Вы главное спрашивайте, что вам рассказать. Вы только напишите в комментариях, что вам рассказать. Так, ну что, Дэн, починили мы снегоход? Да, починили. А вот еще раз поделать. Я просто так щеки так интересно трясусь. Еще раз, давай, вы завалишься один-то? Своими щеками. Очень гостюлятенький мой. Очень бурю-малый. Давай. Раз. Еще раз. Раз. Еще раз. Раз. Еще раз. Пошла, пошла. Видно, как пошла. Еще последний. Еще, еще видно. Еще идет, идет, идет. Давайте просто сомнево. Так, ну что, починили здесь снегоход? Леха вообще он такой. Все нормально? Ремонтник. Если бы не Леха, мы больше не смогли пьем. А, это все просто крест животворяющий, что делает. Черный монах. Так, хочу твое мнение о костюме узнать. Ну, я не мерзну. Это уже самое главное. Сейчас минус 20. Да, мы, кстати, говорим, что сейчас минус 20. То есть, мы боялись, чтобы мы мерзнем. Не мерзнем. Ну, про надянутые вещи, ну, вроде как нормально. Ничего тут не лопнуло, не пошло. Ну, вроде нормально. Одна самая главная проблема, что молния заканчивается здесь. Так. А, чтобы пописать, она должна быть вот здесь. Так, как писюн маленький. А, да. Все-таки, когда холодно, да. Холодно можно достать. Но когда холодно, сложно. Не, просто вот у Люки, она же низкая. Ну, да. Они просто знали, что здесь маленький печен. И поэтому сразу сделали. Но они не знали, что у тебя такой маленький печен. Достаю. Достаю. Выкатывается. Но сам факт. Молния неудобная. А ты бы видел, как я списываю. Так. Я тебе сейчас покажу. Подожди, смотри. Так вот так достаешь. Да. Достаешь. И вот так надо согнуться. Как раз. И латка попадает. И вот так просто стоим. Потому что... Костюм на самом деле офигенный. Ну, вот эти вот маленькие недоработки. Все даже. Сейчас все равно внизу. Ну, у меня ниже. Потому что я ниже. Поэтому она у меня ниже. И у меня больше просто. Поэтому... Вот видите, тут сразу все выясняется. Ну, ладно. На самом деле. Мне вот честно могу сказать. Не хватает кармана. Я понимаю, что... Сейчас вы там будете рассказывать, что это для горников. Но они тоже люди. Им надо там... Я не знаю, там сигаретки в конце концов. Да, подзарядки телефоны. Какие-то два кармана. Вот эти здесь вот. Ну, просто даже руки положить. Ну, неудобно. Не, надо даже руки погреть. Сам по себе нареканий по костюму нет. Вот мой костюм прошел уже. Ергаки. Здесь покатушек сколько уже? Там 3-4 покатушки. Вообще ничего. Ни одного зацепа. Ничего. Хотя я постоянно пользую... Ползую на карачках. Вот по поводу вот этих вот... Шипов. И они постоянно у меня трутся. С костюмом все отлично. Ребят. И если честно могу вам сказать. То, что зимний костюм Афинтрейл, я прям точно 100% могу вам рекомендовать. Да, согласен. И вот еще штука такая для рации, кстати. Вот, чтоб держать. Так что мы вам свое мнение сказали. Сейчас хочу узнать мнение костюма по плавок. У меня-то карманов гораздо больше. Ну да, тебе... Необходимо. А что, мне жарко. Не жарко, не жарко. Сегодня первый день, когда прям вот прям пипец, как комфорт. Вот вам костюмы за 90 тысяч, да? Или там по 80 тысяч. Вот по 65 тысяч костюмы. Ну, а вот вам, пожалуйста, за 30 тысяч рублей. И прекрасный костюм. Вообще замечательный. Все в нем есть. Смотрится прям супер офигенно. Проблема, блять, вообще. То есть КамАЗ прям пошел под лед практически. Я предлагаю эвакуатор вызов. Стой! О, блять, стой! Все почему? Потому что нам надо было проверить костюмы финтрейл сегодня. Андрей Сергеевич, ты же моряк? Я, да. Задний узел можешь вязать? Могу вязать передний. Но нам надо очень сильно проверить сейчас костюмы финтрейл, который поплавок. Ныряй! Ныряй, Илюх! Вот так, смотри. Опа, ну-ка давай, обожди. Вот так, стой, 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 так. Так. И все. Ни хера себе. Кутля. И что? Сапу, что завязал? Давай, покажи еще раз. Так, раз, два. И? И туда. И куда? Короче, вот так вот. Раз, два. Вот, сюда. Лепну в нем. Подожди. Блин, ну вот так у нас все выглядит. Конечно, печально. Не, давай его назад тащить. Если мы сейчас его передачим, он уедет. И нам придется всем прыгать. Во. Смотри. Так. Лежу хорошим летом в морской узел. Так. Не как у меня. Хотя бы речной завязать. Так, уже хорошо. Так. Ты что, тебе сказали морской узел-то вязать? Ты что, обычно этого яжешь? Боргой волк, иди сюда. Я думаю, дать газку или не дать? Я думаю, нет. Потом думаю, ладно, потихонечку проеду. Проехал. Андрёв, какое первое правило на снегоходе? Какое? Видишь препятствие, дай газу. Я сегодня уже дал газу, чуть не улетел через руль. Здесь бы я точно улетел через руль. У меня кадры. Кадры. Вы же не снимали. Если бы снимали, я бы дал бы газу. Ну, то есть, понимаете, да, сейчас будет самый ответственный момент. Подожди. Дай, я сейчас туда приду. Ну, все, она уперлась. Зачем вы это делаете? Давайте за две лыжи сейчас поднимемся, и все. Ну, так давай назад его немножко сдвинем-то. Давай назад. Давай назад. Ну, вот здесь на кнопку нажми, давай. Газу дай. Все, стой. Давай, лови, Андрю, у тебя петры, лыжу, поймай там, и все. Лови лыжу. Какую лыжу? Вы что, дураки, что здесь вода? Давай вот эту лыжу. Давай сейчас вот так на бок его помарим. А дальше, дальше что ли? А потом посмотрим, что делать. Назад толкаем. Разве, за нас все вместе. Не, не катуй. Что это делать? Назад. Назад или вперед. Ого. Ого. Ого, живой. Не, подожди, он закапывается. Почему? Ну, вот здесь, наверное, выгнуть его на палку. Ну, давай попробуем. Да, здесь передвязать лыжу, да. Давай, точно, давай, все. Давай сейчас сюда его завалим. Давай, давай. Завяжем лыжу и потом обратно поставим. Подожди, дайте нам веревку, веревку дайте. Давай, давай, давай. Все, давай, давай. Еще, 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 вали. Еще, еще, вали, вали его. Вали его, нахуй. Давай, давай, стой, стой. Хватай его, Андрей. Хватай его. Андрех, ныряй. А чуть-чуть назад. Давай назад все вместе. Назад. Может, завести его? Давай, да, заводим его и попробуем назад его. Не, он не упирается. Он не поедет, он не упирается, гусеница. Он висит, гусеница, куда он поедет? Давай за жопу. Давайте назад, не садите его. Парни, а что он? Валя, валя, валя. Еще, еще, валя, валя. Давай, раз, два, три. Еще, 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 еще. Стойте, стойте. Все, Андрюш, сейчас-то руку засунь. Давай сейчас его обратно вернем, назад сдадим. Да не садим, завалим. У нас выживу, здесь вот она выскочит, просто и все. Тепло там тебе, девица. Опа, все, блядь. Молодец. Завязывай. Два раза через ручей переехал, не провалился. Вот это говно вонючее, блядь. Вот это как? Андрюха, не берет тебе помогать. Давай. Раз, два, три. Вторая лыжа, вторая лыжа. Вторую цепляем. Опускай, опускай, опускай. Дэн, отпускай. Давай дачи вот так. Не надо отпускать, дачи. Иди, давай, поймай. Сейчас вперед. Сюда! Казу! Казу! Давай, давай, давай. Стоп, стоп, стоп. Давай сюда его. Отклоняйся. Бог встань, бог. Парни, газ! Блин! Я переехал. Теперь подождем, что сделают остальные. Где, парни, ваши снига ходит? Здесь можно объехать. Поехали дальше. Ну, а мы умные, мы просто объедем. Мы же не Андрей Сергеевич. Мы нормальные парни. Давай, давай, блядь. Давай, блядь, блядь. Давай, теперь ты. Ну, ты ж перепрыгнешь. Давай, 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 давай. А теперь Ямаха. Вот он пошел, посмотрел. Так, что там такое? Так, раз, два. Газу! Газу! Давай, включил полный привод и пошел. Давай, газу! Все равно ты назад уже поехать не сможешь. Езжай вперед. Да давай, газу-то, Сергей! Ты можешь газу просто дать? Просто вот дать газу? И вот сюда, вот в эти два снегохода впердолицы. Поехали, поехали, поехали. Ну что, делов-то? Дэн, ну что хочешь попробовать мой снегоход? Ага. Очаровал он тебя? Давай так. Ты сейчас в обычном режиме попробуешь, а потом попробуешь в спорт режиме. Давай. Так, ты сейчас попробуй он на обычном. А теперь, смотри, спорт режим. Оп. Вот, слышишь, как он по-другому работает уже? Вот, видите, спорт моды. Давай. Ай, красавчик! Красавчик просто! Прикольно, только турбина, по-моему, степляет, а машина. А так, нифига он как кладется, да? Он вообще легко управляется, да? Согласен? Не, а там нечего крутить? Пожестче бы чуть-чуть. Вообще класс. Пожестче ко мне, малыш. Вов, хочешь попробовать? Попробуй. Не-не, попробуй, я тебе серьезно говорю. Прям вот удовольствие получишь. Да, надо на ремень не уберу. Да нет, там нет, там до ремня еще, он 4-х тактный, там ремень вообще не рвется. Ну, давай, Вов, сейчас ты расскажешь. Значит, смотри, у тебя сейчас два варианта. Сейчас я тебе выключу спорт режим, чтобы у нас не было потом вопросов никаких. Что, спорт режим я тебя выключил? Ну, давай, сейчас попробуй поставить его в свечку сначала, а потом, соответственно, попробуй его не купить. Вот, слышишь сейчас турбина? О, я ехал в сотку, дальше я в 11 раз набираюсь, дальше плаваю. Так, а теперь я тебя, подожди, подожди, а теперь я тебя включу в спорт режим. И вот ты мне еще как раз расскажешь разницу. Вот сейчас спорт режим. Слушай, ну, пипец. Ну, короче, ни спорт режим ему не нужен. Вот спорт режим, да, он прям вырубает, да, правда? Он очень-очень-очень мощный. У него спорт режим должен быть статный. Хотя сначала, когда я прокатился не на спорт режиме, я понял, знаешь, такая тема, что must have для дома, для семьи. Дети сели, поехали покатались. Такой унылый, спокойный, слушается, можно поворачивать спокойно. Ну, когда спорт, ты видел, я прям сразу курок газа даже свернул. Я ему газку, хоп, он меня, хоп, провернул. Все, он начал слушаться, он начал валиться. Прикольно. То есть, ну, прям удобный, комфортный диван, правда? Более чем. То есть, вот мощности, давай так, по мощности. Все, вот прямо за предел. Даже, она столько здесь даже и не нужна, насколько я понимаю. Правда? То есть, ты поехал, ребенка посадил или жену посадил, покатался. Комфортный режим. Нет. Хочешь, хочешь психануть, нажал спорт, он позволяет вот просто навеситься. А представляешь, будет еще второе сиденье стоять с двумя людьми, здесь просто можно вообще прям, прям делать чудеса. Я не завидую двум людям, которые завидуют. Слушай, мне вот только не понятно, почему он так у меня сейчас вспотел. Это, потому что нормальные люди, когда ездят, они... Это когда нагрузка появляется нормальная, да. Откатку, конечно. Ребят, ну что могу сказать? Сейчас вот снегоходы еще подорожают, насколько я понимаю, с этим утильсбором. Поэтому, кому надо, прям сейчас, прям все бросайте, приезжайте в Формулу-7 и покупайте себе снегоход. Иначе просто вы останетесь еще на несколько лет без снегохода. А наше государство делает все, чтобы вы жили комфортно, удобно и кайфо, потому что вот это считается роскошью. В другом государстве. Да, вот это считается роскошь просто. Вот это считается роскошью. Ну а нам что остается? Нам остается просто вам рассказывать о хорошей технике, показывать вам ее. А ваше дело просто сидеть дома на диванах, печатать комментарии и не кататься, потому что снег вы можете нам испортить. И это будет не очень хорошо. Поехали дальше. Парни, ну катаемся просто офигенно. Не успеваю все снимать. Выглядит все как-то вот так вот. Сказочные просто, сказочные вообще места. Поля просто офигенные. Получаешь просто массу удовольствия. Ну мы с Серегой уже в принципе забрались куда нам надо. На самый верх. А вот уже эти, профирайдеры, как они себя называют. Сейчас посмотрим, куда они заедут. Профирайдеры. Понятно, да, все? А Денис, по-моему, там упал уже в речку. Вот еще один профирайдер. Так, вошел. Хорошо идет. Все, пошел обратно. Ждем, ждем возвращения. Но мы сегодня, насколько я понимаю, вам нормально сегодня наснимали. Давай, Владимир, давай. Ага, все. Что-то там пошло не так. Здесь главное во всей этой операторской работе вовремя отойти. Вот он, видите? Профуфуку моментик и все, и поехал вниз. Еще один якобы горный райдер, который якобы ездит в горы. Непонятно, правда, для чего. Да, что-то наши парни сегодня приустали. Ой, красавчик, Денис. Красавчик. Владимир Николаевич, правда, меня чуть не сбил. Ну ладно, ерунда. Вот Денис решил, говорит, я, говорит, поеду парней позову, а то что-то они очень долго там стоят. Вроде горько, да, такая маленькая, кажется, с виду, да, но, ребят, могу вас заверить, то, что на самом деле горка огромная, да, и, ну, с виду, может быть, камера это не передает, но это, конечно, не горы, это холмы Подмосковья. Это лучше, чем ничего, чем поля. Но на полях мы тоже, кстати, нормально зажигаем. Не успеваем снимать вам. Ну, прям вот потом как-нибудь сейчас потеплее чуть будет, просто сегодня погодка уже, знаете, у нас поджимает, уже, наверное, градус 25. И поэтому не очень удобно даже телефон доставать, когда ты уже уставший, да, такой думаешь, блин, и такие кадры пропадают, конечно, когда ты мчишься, вот этот вот ветерок, блин, я не знаю, как вам это передать, но я попытаюсь это сделать. Я же специально для вас это снимаю. Повторишь, как Володя? Давай! И до свидания! Вот они, два. Райдеры, которые хотят нам показать, что они умеют ездить траверсом. Ну, нас-то интересует совершенно другое. Нас интересует вода. Это более интересное, да, как вы понимаете, интересное зрелище. Я понимаю, что сейчас мы увидим что-то очень необычное. кто-то очень хочет нам что-то показать. Пока он разминается и не знает он еще, что он хочет это показать. Ох! Ох, красавчик мой! Денчик молодец! А как припарковался, ты посмотрите! Ребят, ну вот и подошел к концу наша богатуха. Сегодня откатались просто великолепно. Прошли порядка там 120 километров. Что могу сказать? Техника огонь! Катайтесь на любой. Не важно, какой у вас снегоход. Просто катайтесь, просто получайте удовольствие, просто приезжайте в Формулу Икс и покупайте снегоходы. Ну, а мы с вами прощаемся. Большое спасибо, что смотрите нас. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok